Субтитры сделал DimaTorzok В истории древних олимпиад самым выпиющим случаем было выступление императора Нерона в 1967 году. Император передвинул игры на два года вперед, подкупил судей и организовал дисквалификацию своих сильных противников. В результате стал шестикратным чемпионом. Возвращаю! Требую! Протестую! Жулики! Я обвиняю галов в злоупотреблении волшебным эликсиром! А что, мне принимал? Какая разница, я-то продул? Что касается, собственно, допинга. В последние лет 50 прогресс в спорте высших достижений невозможен без медикаментозного фактора. Таким образом, успех в значительной степени определяется уровнем спортивной медицины и влиянием в контролирующих эту медицину органах. Есть основания полагать, что мы отстали и в том, и в другом. ВАДА, нынешнее антидопинговое агентство, создавалось в 99-м, когда нас, как страны, практически не существовало. То есть создавалось без нас и, как совершенно неожиданно, оказалось против нас. Саммит Международного Олимпийского комитета в Лозане решил не отстранять всю российскую сборную от участия в Олимпиаде в Рио, поддержал решение о дисквалификации Российской Федерации Легкой Атлетики и оставил решение о допуске отдельных спортсменов на усмотрение соответствующих Международных Федераций. Нам разрешили. Нас решили не добивать сейчас и обещали простить в будущем, если мы будем себя правильно вести. Это очень похоже на историю с санкциями. На самом деле, просто ее часть. Нас душат секторально, не до конца, чтобы сохранить стимулы одуматься. Потому что задача не удушить, а посадить на крючок. Потому что вся эта история скрывает факт, что удушить нас невозможно. Да и к тому же опасно для собственного здоровья. На самом деле, допинг-скандал – это месть. Месть за то, что не удалось запугать и додавить. Ничего не удалось. Месть истеричная, глупая и саморазоблачительная. Мы их уже победили. И соревноваться с ними в фэрплей, честной игре, по их правилам, по которым мы обязаны проиграть, довольно глупо. Однако, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok